Вот, кстати, я вам говорил по Павлу Том Рай, да, вот нашел его настоящее христианство, простые истины, которые изменят вашу жизнь. Я ее видел на английском, даже скачал на английском, смотрю, его перевели. Это есть такое издательство Exmo, вот оно в России. Интересно, они вся серия вот таких вот, раньше были твердые в супер обложках, сейчас уже видно, кризис сделали такую мягенькую, но это не проблема. Там есть интересное, вообще светское издательство печатает такие книги о жизни Иисуса Христа. Интересно, что спектр авторов от таких консервативных, Крейг Эванс и Том Райт, таких либералов, там Маркус Борг и Дэвид Круассан, и атеистов, агностиков, это Барт Эрман. То есть, все в одной серии. Но хорошие книги, Крейг там сейчас еще есть, это вот Дерибасовская, как вот эти вот, первый магазин, там есть супермаркет мешковый, напротив Магонца, это не там, вот здесь первый на углу, перед углом, как называется. Там есть Крейг Эванс «Сфабрикованный Иисус». Очень хорошая книга, почему? Потому что он как раз отвечает такому, как Барт Эрман и другим, что вы Иисуса фабрикуете. И хорошая, то есть, очень хорошая по Иисусу книга, Крейг Эванс «Сфабрикованный Иисус». Том Райта есть книга «Евангелие Иуды и христианство», то есть, он показывает, потому что, помните, был такой шум, «Евангелие Иуды», что-то там, ну, как всегда, это сенсация, кто-то снял деньги, люди поверили, как вот Кот да Винчи, знаете, вот. И «Бунтарь Иисус» Маркус Борг, он покажется либеральным, ну, не покажется, он есть либеральный, но очень хорошая книга вообще об истории и контексте историческом, он так называемый, он так приверженец так называемой мифопоэтической экзегезы. Я ее часто использую, но не применяю вообще ко всем текстам, иногда мы должны. Но, в целом, очень хорошие вы увидите, если купите Маркус Борг «Бунтарь Иисус», вы увидите Иисуса в таком вот, не открыточного, на открытках рождественских, а такого Иисуса, который действительно был пророком в своем Отечестве, который проповедовал. Выводы, конечно, не всегда тридоксальные, консервативные, но просто интересно, там очень много такого материала. И что-то там еще есть. А, ну, есть, конечно, книга Барт Эрмана. Кстати, это интересная история Барта Эрмана, он был фундаменталистом, таким верующим очень консервативного направления. Начал учиться, 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 потом стал атеистом. Но его учеба, не учеба бы привела к атеизму, так как я сам пишу в одной книге, что не критический метод, исторический метод привел меня, а вопросы страдания, проблемы зла. То есть, ну, вот эта проблема как раз тех, кто начинает с доктрин жестких. Доктрин рушится, а доктрин и солома. Если нет веры, доктрин, и это вот проблема, когда людей доктринируют. Он учился в очень такой фундаменталистской школе, и там, то есть он, Библия, так вот он молодежный был лидер. Потом в Витон-Калыче начал учиться, там чуть-чуть расширенное, многое. И пошел учить текстологию Брюс Медзгеру, и это его немножко там, ну, не знаю, и воли. Ну, в общем, Крей Хеванс пишет ему в ответ, ну, типа не в ответ, он говорит, ну, тысячи, 20-х ученых это все знают, понимают, в чем проблема. Ну, в принципе, он пишет, что не историко-критический метод исследования Библии его привел в такое состояние, а проблемы зла и страданий. Я как-то читал, когда я проповедовал цикл проповедей на бытие, исход, особенно история исхода, Израиль в Египте. Это, по сути, первый холокост, ну, история Египта, уничтожение, там, стенания Израиля. Я наткнулся на одну историю одного, тоже, может, это про Барна Эрмана, я не понял, потому что я давно это читал, но, скорее всего, не он, в интернете. Он пишет, что тоже был верующий, и все, и однажды он, когда прочитал историю холокоста, это выбило его из, ну, так не должно быть, и дальше. Ну, типа, такие страдания, такие ужасы, смен с ума. Я тогда задался вопросом, вот интересно спросить не тех, кто в кабинете, сидя за чашечкой кофе, пришел к выводам страданий, а тех, кто пережил эти страдания, вот что интересно. И когда я начал смотреть, кстати, самые большие всплески, такие богословские всплески, откровения, в ветхом языке, как раз страдания Израиля. Исход, Бавилонский плен, по сути, там уже пришли к завершению многие книги ранних пророков, история Израиля, первый, второй, ну, в Синодальном, это первый, второй царств. Самое мощное богословие рождается в самых таких пограничных ситуациях, как-то. И вот я задался вопросом, надо спрашивать не тех, кто сидя в кабинете, там, прочитал что-то и ужаснулся чисто интеллектуально, а тех, кто пережил это все. Интересно, как для них был, ну, кто для них был Бог. И многие говорят, что они как раз выдерживали все испытания, потому что... Конечно, вот это вот одна книга Библии, которая этот вопрос решает, это книга Иова. Вопрос страдания, вопрос, почему это богословие такое, теодицея Бога. Теодицея, вот, ну, вопрос, проблем и зла. Поэтому я вполне понимаю, Барт Эрман, что сам иногда ужасаешься от каких-то событий, которые происходят. Но нам нужны... Я верю тем людям, которые вот пережили страдания, сказали, мы не можем больше верить Богу. Я верю, ну, понимаю их, понимаю. Очень впечатляют слова тех, кто пережил страдания, и говорит, только вера в Бога меня спасла. Кстати, был такой швейцарский психоаналитик, как называется, 3-я венская школа, по-моему, Виктор Франкл, или Виктор Франк, буду исследоваться, Семен Франкл, русский философ. Это логотерапия, кто-то, не знаю, кто-то изучал психологию или нет. Он был в Освенциме, он еврей был, и он пережил, и он видел, что... Вот почему он логотерапию ввел, что человеку нужен смысл. Я увидел, что как в страданиях, в ужасах святых срываются маски. То есть, ну, люди проявляют в себя свои качества. Я заметил, что крепкие внешнефизические люди быстро умирали, теряли надежду, теряли смысл. Но тех, для кого хоть какой-то был смысл, это их спасало, и они выживали. Вот такие парадоксы. Хорошо, вернемся к нашему Павлу. Итак, мы сказали, Павел повлиял на историю церкви, историю богословия, влияет на нас, но его влияние было огромным и является огромным, потому что он сам попал под огромное влияние, которое принес Бог в его жизнь. Когда он встретился по дороге в Дамаск, встреча с воскресшим, для него он понял, что он уже живет в том мире, в котором ждал весь Израиль. Не так, как думал, не так, как хотел, не так, как подозревал, но такое, таково откровение, таковы действия Бога. Ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути, пророк Исаия говорит Бог. Но он явно услышал, что Бог говорит их историей, их языком. И поэтому Павел пошел проповедовать Евангелие Царства, проповедовать Иисуса Мессию, не создавая новой религии под названием христианство. А для него это было исполнение всего того, во что он верил. Да, ну и в принципе все эти чаяния. И вот можно сказать, что несколько нитей богословия Павла состоит из трех таких нитей. Очень сложно, мы будем дальше говорить о посланиях Павла, очень сложно будет взять, вот мы говорим там, учение о Боге, учение Иисусе Христе, учение о Святом Духе, этика, эскатология, все. Мы как бы берем, расплетаем эти нити отдельные, хотя это все единая ткань, но нам это просто для удобства. Может потому, что мы уже наследники западной парадигмы мышления, западного мышления со времен философии, схоластики, периода схоластики Аристотель повлиял на богословие тоже, что все нужно было, чтобы было по категориям. От высших до нижних, это вот эрганон Аристотеля, шкала бытия, то есть Бог, Боги и до природы. Так построены богословские системы Аристотеля, Кальвина. Мы почитаем, что все начинается с Бога, а потом как бы заканчиваются вопросы человека и так далее, и так далее. Это удобно для понимания. Но мы когда расплетаем богословие Павла, очень важно, не проблема в том, что мы расплетаем эти отдельные нити, хотим знать, из чего они состоят. Главное, чтобы потом обновь всплели обратно все, чтобы оно осталось таким, как оно есть. Если вы помните, мы, например, я когда-то чинил магнитофоны свои еще, когда был, ну я не знал так, ну так вот разберешь, соберешь, работает. Правда, остается парочка еще деталей там, да. И они становятся запасными, то есть, ну ничего, то есть, как-то вот главное, чтобы мы потом собрали это все, сплели, чтобы в нашем передаче, да, в богословии или проповеди, главное, чтобы это все, оно было в одном. Поэтому три нити. Первая нить – это нить, еврейская нить апостола Павла. Вторая нить – это христианская уже нить. Ну, в таком смысле уже, что новая, да, мессианская, христианская. Ну, уже буду использовать такую, использовать позднюю такую терминологию. И его личность, его личность, как бы три нити, да, вот его наследие еврейское, вот он новое, что он получил, назовем это христианской нитью, да, и его личные качества, личная нить. Конечно, когда мы говорим о христианской, о еврейской нити, то в первую очередь речь идет о предании, или о традиции, о иудейской традиции. Понятие традиции или предания тесно связано с так называемой устной торой. Тора, вообще Белпех, я не помню, не хочу сейчас вспоминать это на еврите, могло ошибиться, устной торой, по поводу которой в Израиле велись споры, и главными оппонентами в этом споре были фарисеи и саддукеи. Но вы уже изучали историю, да, там, движения, там, что иудаизм времен Иисуса Христа, Павла, не был такой гомогенной или единой. Это было разные движения, при том, что мессианское движение укладывалось в эту парадигму. И римляне считали христиан, это как одно из проявлений иудаизма, и мессиане считали себя, ну, тоже частью. То есть это был целый процесс, когда уже было отделение. То есть поэтому легко ложиться на карту того иудаизма первомессианское движение. И интересно, я так когда думал, как-то, по-моему, с Александром этот вопрос тоже обсуждал, что такое впечатление, что мессианский иудаизм старше равеннистического иудаизма. Потому что тот иудаизм, который мы знаем, родился, как минимум, после разрушения храма, раби Акива, и потом целый период Танаим, Караим, то есть пока без... Поэтому когда они говорят, что что это за христианство, это новая религия, мы старше, я говорю, о каком вы... О чем вы говорите? Мессианское движение старше. И корпус новосоветних книг, это намного старше. Мишны, Гемары... Ну, Мишна, это кодификация той вот устной Торы, да. Гемары, она старше Талмуда. То есть новозаветники, они старше Талмуда. Поэтому это еще большой-большой вопрос, который, может быть, будет как-то развиваться в свое время. Конечно, даст огня, подольет больше масла в огонь, но тем не менее мы никуда не денемся от этого. Поэтому иудаизм это был, можно так сказать, сделать такой континуум, да, или такой вот спектр, да, ну, я так называю, да, от храма до Кумрана. То есть целое движение. То есть те, кто были как-то связаны с храмом, в принципе, в основном и парисеи, и саддуки, они были все равно ближе туда к храму, но были кумранитские секты, да, или общины. И раскопки этих пещер, эти тексты, очень много помогают ученым и помогли увидеть какие-то вещи в Новом Завете. И, ну, это между фарисеями и саддукеями шла такая вот перепалочка. Вы знаете, кто такие саддукеи, фарисеи, хотя, как сказал один ученый, маленький грязный секрет новозаветной библистики состоит в том, что никто толком не знает, кто такие фарисеи. Мы там, у Иосифа Флавия там немножко, где-то там через это самое, что-то там знаем о каких-то там категориях видов фарисеев. Но их было как минимум 10, говорят, да, там вот множество. Поэтому, на самом деле, и толком-то, и никто не, ну, не знаем. У нас есть какой-то собирательный образ. И образ фарисеев у нас взят чаще всего из Евангелий, да, о противостоянии Иисуса и фарисеи. И у нас иногда сложилась уже такая вот, ну, как ассоциация фарисеей, значит, и кто? Лицемер, да. Хотя, приходится часто говорить, что фарисеи, фарисейское движение, это, в принципе, как и евангельские христиане, вот, если так перевести на нашу христианскую карту. Ну, может быть, не как евангельские, но как протестанты точно, ну, классические. Почему? Ну, потому что фарисеи любили Тору, любили Слово Божье. И мало того, что они любили, они хотели ее исполнять, жить, и проповедовали ее. То есть, а это же соло-скриптура, это же, ну, реформация, это же, ты наше, кто там принадлежит евангельскому крылу, это же, мы любим Библию, да, особенно, они были, единственное, что да, они вместе с Торой, у них была устная Тора, ну, в принципе, можно сказать, что очень близки. Иисус был ближе к фарисеям, может быть, поэтому и Павел был фарисей, вот, и, может быть, образ фарисея, который у нас так вот есть, он нуждается в какой-то коррекции, фарисеи были ревнителями, Торы и отеческих преданий. Но, если вы когда-то сталкивались с баптистами, вы увидите, что они точно такие же самые ревнители своих преданий, хотя могут там, скажем, полемизировать с православными, с католиками, что те очень держатся за предания. Не все так просто, не все так просто. Традиции предания имеют власть даже в тех общинах, которые говорят, что они очень библейские. Но настолько библейские, что молятся каких пастор, говорят каких пастор, или там те, кто писал им книги, то есть, понимаете, то есть, влияние, влияние от кого-то есть, это не все так просто. Но вернемся к фарисеям. Действительно, вот у них была такая ревность по Торе, ревность за чистоту веры. Это те, кто, в принципе, особенно дотрина кашерута, вот эта вот вся система чистая, ну, кашерности, чистая и нечистая. Но немножко об устной Торе. Вы уже, наверное, изучали, да, вот, историю устной Торы. Вот поэтому устная Тора, по сути, имела такой же авторитет, как и письменная Тора. Поэтому иногда сложно, когда мы встречаем слово Тора или закон, сложно понять, о каком законе идет речь. Это будет идти речь, речь идет о законе, о Торе устной или Торе письменной. И поэтому фарисеи признавали писанную Тору и устную, что они делали саддукеи. Саддукеи только, они вообще принимали только Тору и даже исключали пророков и так далее. Задача, почему появилась устная Тора? Хотя предание, пройдите, что Моисей на горе получил и устную Тору, это, скорее всего, легенда, потому что он не получал никакой устной Торы. Более того, а устная Тора есть попытка интерпретировать Тору, ну, тавтология, да, в новых условиях. То есть Тора нуждалась в интерпретации. Но так как иудаизм – это религия не дотрин и, ну, богословие, то есть философия, да, а религия праксиса, действия, то целью интерпретации Торы было вывести какой-то закон, галаху. Галаху для, ну, исполнения, для какого-то случая. Что-то мы знаем, галаху, да, или вообще, в целом, традиция называется галаха, да. То есть цель такой интерпретации Торы – это адаптировать, применить, да, вывести какой-то закон, галаху, для того, чтобы это соблюдать, ну, применить. Иосиф Лавий так говорил в книге древности. Фарисеи передали народу некоторые установления, полученные от предшествующих поколений, но не записанные в законах Моисея. По какой, по каковой причине отвергались саддукеи. Из Толмуда можно прочитать такое. Все, что не развивал бы проницательный ученик в присутствии своего учителя, уже сказано Моисеем на Синае. То есть идея такая, что вот в письменной Торе содержится все, что можно было придумать в последующих поколениях. То есть, ну, тут такая фишка, что все, что не толкуешь, оно может сказать, что оно все там находится, уже там находилось, да. Поэтому авторитет был один, что устной Торе, что у письменной. Ну, просто устной Торе был авторитетом, что она все-таки развивает Тору Моисея, а значит, должна обладать таким самым авторитетом. Фарисеи осознавали, что никакой писаный закон не в состоянии предусмотреть все жизненные ситуации. Поэтому Тора должна интерпретироваться в соответствии с требованием времени. На практике это означало появление непредусмотренных писаным законом правил и указаний. Но для фарисеев они были или обладали таким же самым авторитетом, но не сами по себе, а в качестве истолкования писаного или письменной Торы. Ну, и была еще одна традиция, это Агада. Агада, если Галаха, это с целью вывести закон, то Агада имела такую дидактическую функцию, то есть обучение. Агаду входят там притчи, истории, то есть это как такая поэтическая форма обучения. Вот что интересно, когда Иисус говорил притчи, в принципе он находится в этой традиции Агады, то есть говорить притчами, это нормально было для раввинов. Единственное, что притчи Иисуса Христа немножко отличались от раввенских притч. У вас уже был обзор Евангелий? Да, нет, я смотрю сети. Ну, да, это будет у вас, если кто учил, значит, уже знает, то нет, будете читать, не буду перебегать. Хотя было бы, с радостью бы, пересекнулся бы с вами еще по Евангелиям. Отсюда отношения потом Павла, понятно, что Павел был в этой устной торе, то есть он ревновал, на него не было разделения как фарисей, но после опыта обращения, естественно, он вошел в конфликт. И поэтому очень сложно вот в Галатам, в Римлянам, и бывает сложно понять, о каком законе, с каким законом спорит Павел. Скорее всего, он последовательно продолжает, продолжает традицию, в которой уже наметил Иисус, потому что Иисус вступал в конфликт с преданием, с традицией. И противостояние Иисуса и традиция выразилось, как минимум, в трех пунктах, которые мы видим. Это суббота, ритуальная чистота и обед карвана. Ну, в самом деле, мы видим. Ну, карван это не то чтобы отдельно, просто как один из фрагментов, который он показал, как устная тора перекручивает, ну, в принципе, изначальное положение вещей. То есть вы, наверное, вещи читали, знаете, я не хочу повторять все это. Ну, вот, например, суббота, да, раввины вывели 39 видов работ, которые нельзя было делать в субботу. Там нельзя завязывать две петли, вышить два стежка, написать две буквы, в общем, и так далее, и так далее. То есть такое отношение к субботе скорее делало человека рабом этой субботы. Вот почему Иисус говорил, да, что не человек для субботы, а суббота для человека. И в этом было, когда он исцелял, и когда еще что-то, то есть это был, ну, целый конфликт. Вместе с тем он облегчал их в какой-то непоследовательности и даже лицемерию. Говорит, вы, когда у вас попало сел там в яму, вы в субботу, ничего страшного, будете его вытаскивать. А я исцелил человека, и это, оказывается, проблемы. Животное важнее человека, ну, и так далее, и так далее. Потом ритуальное мовение, то есть, или, в принципе, ритуальное мовение, это часть общей доктрины или положения в кашруте о чистом и нечистом. Предание человеческое, да, вот часто Иисус говорил, сводит поклонение Богу к чистым внешним вещам. И вот, например, пришли Иисусу фарисеи, несколько учителей закона из Иерусалима, они увидели, что кое-кто из учеников, это Марка 7, 1, 8, ел нечистыми руками, то есть не омыв их. А фарисеи, как и все евреи, держались предание отцов, вот это вот, предание отцов. Не садятся есть, пока не омоют руки до локтей. И придя с рынка, не едят, пока не совершат омывение. Много еще других предписаний соблюдают. Тех, что относятся, например, к омывению чаш, кувшинов, медовой посуды и постелей. Фарисеи, учителя закона, спросили Иисуса, почему твои ученики живут не по преданию отцов? То есть речь идет не по Торе, не по преданию отцов. Хлеб едят нечистыми руками. А он им ответил, хорошо сказал о вас лицемерах пророк Исаия в Писании. Этот народ учит меня устами, а сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение, они учат человеческим западям, как моим. Вы держитесь за людские предания, а западь Бога отбрасывайте. И вот интересный документ. Получается, он цитирует, можно сказать, канонический, догматический текст. Потому что Тора, пророки, это как догматика была. Что вы спорить, опровергнуть эту традицию отцов? Более того, там же у Марка, когда Иисус говорит, что не то оскверняет человека, что входит, а что исходит. И там дальше, особенно это видно в переводе Кузнецова, она так сделала в скобках, это радостная вещь. Тем самым объявил всякую пищу чистой, или чистой всякую пищу. Там просто сендально немножко так затушевано, как же самое, как с обрезанием в галатах. И у меня когда-то был спор с адвентистским пастором. Вы знаете, немножко адвентистом, он так чуть, ну, у него крен, ну, такой акцент на субботе, на некоторых видах. Ну, хотя вообще избирательность текстов, она иногда потрясает. Иногда там баптисты, говорят, берут текст старозакония, там, пусть женщины не носят мужскую одежду, хотя там моджи много еще чего написано. Почему мы избираем одни тексты, игнорируем другие, да? Так же самое здесь. Я говорю, ну, смотри, вот, он когда прочел это, они уже, говорит, изменили Библию, да, не изменили, перевели правильно, наконец, что ты прочел, что ты понял, что Иисус об этом говорил. Нет, вы извратили Писание. Ну, возьми, ну, почитай другие переводы. То есть, и, но здесь действительно очень серьезно, потому что дотрина Кашрут, или чистая, нечистая, да, вот там Вене, она очень мощная штука. То есть, она, конечно, имела под собой какие-то основания, но не всегда религиозно. Есть такая книга, вышла на русский язык, Герхард Тайсон, гейдельбергский профессор Нового Завета, в смысле, с гейдельбергского, здесь близко нас, Германия, рядышком Европы, не с Америки. Книгу он написал, ее перевели, «Тень галилеянина». То есть, такой, в художественной форме, он, ну, это, в принципе, создал такой исторический, это даже не роман, но такая вот повествовательная, что ли, книга, которая рассказывает о контексте первого века времен Иисуса Христа. И он рассказывает, как главный герой, которого римляне там поймали на какой-то заварушке очередной иудейской, там, ну, был на Майдане, там, где-то, в Иерусалиме, там, много там кричал, его римская СБУ там. Говорят, ну, мы тебя можем, ты же понимаешь. Либо, ну, сделать так, что ты больше не увидишь своих родственников, семью и детей, либо ты должен немножко на нас поработать. Ну, естественно. То есть, а твоя задача узнать, что это за новое движение, вот, которое ходит вокруг Иисуса из Галилея, ну, из Галилеи. И, ну, в книге А герой не пересекается с Иисусом, только слышит о нем. Поэтому книга «Тень галилеянина». И вот он там затрагивает такой вот вопрос, показывает там фарисейскую группу, там, вот, как вот человек он там, там был, кумране, у фарисеев, тех, там, то есть, очень хорошо. Он историк, но вызоветний ученый, ну, просто такую повествовательную форму одел. То есть, это не просто какая-то билетристика, какой-то роман, типа Александр Дюмат, это действительно историческое исследование, только одето в такую повествовательную форму. И вот там приводится пример с этой идеей о, ну, чистое-нечистое. Например, угроза-то не только религиозная, но и экономическая. Потому что, например, литр оливкового масла, вот этот, масло, в Иерусалиме мог стоить, там, например, доллар. А в Седоне уже, языческое время, уже 8. Почему? Потому что мы хотим кошерное масло пить. Я думаю, я везу вам в Седон, или в Тир, или там куда-то еще, где вы живете в диаспоре. Масло из Иерусалима. Там, если сделано, кошерное. Ну, беру с вас 7 долларов. За что? За доктрину. И когда вот это звучит, то это подрывает вообще даже экономическую систему. То есть чей-то бизнес. То же самое очищение храма. Это же не просто там вопрос, когда сцена. Ну, если вот за собой вдекло еще, какие-то экономические. Поэтому иногда эстонская пословица на права. То есть надо искать, где зарыт бутерброд. То есть какой там материальный интерес есть. Почему? То есть понимаете. Поэтому там так вот. Он интересную эту сторону вот социально-экономическую поднимает. И зная карту, социальную карту Израиля, очень многие вещи становятся понятными в том, что говорит Иисус, когда Он там говорит о благословенной, там, блаженной, там, те-те-те, о проклятой теологии. Потому что Он переворачивает всю карту. То есть социальную стратификацию, как все построят. Но тем не менее у Иисуса было, как минимум, видим, по субботе, по спор, по омовениям. Ну вот карван как фрагмент, как иллюстрация того, что происходило. Поэтому можно сказать, что полемика Иисуса с фарисеями и книжниками касалась больше толкования Торы, нежели самого, самой Торы. Говорит, я не пришел нарушить Тору, я пришел ее исполнить. То есть, поэтому Он ее интерпретировал и исполнял. Но, конечно, идет очень серьезная богословская нагрузка, потому что Он иногда больше, чем Моисея. Он говорит, я говорю. И в Матфея мы читаем такую фразу, что говорил с властью, как власть имеющий, а не как книжники фарисеи, которые обычно цитировали, там, тот Равин сказал, тот сказал, тот сказал. Он говорит, я вам говорю. Интересно, когда фразы, что сказано древними, мне говорят, что это больше ссылка на устную Тору, а не на саму Тору. Потому что иногда, когда приводится Тор, он говорит, как написано. Понимаете? А когда сказано, что, скорее всего, речь идет о мусной Торе. Поэтому видим конфликт Иисуса и закона. Он пришел, и Павла, и закона пришел, опять же, от Мартина Лютера, когда закон символизировал законничество, а Новый Завет – это благодать. И это было основанием, основой лютеранского богословия. И которое стало основанием протестантского богословия. Закон и благодать. Поэтому вот первые курсы Галатам, Риленам, которые были переведены в 90-е годы на русский язык, они так и спорили с законом, что закон – это плохо, благодать. Только многие верующие не поняли, зачем нам тогда в Ветхий Завет читать. Что с ним тогда делать? Поэтому Иисус спорил не с Торой, он спорил с ее интерпретацией. Взамен он давал, он тоже предлагал не буквальное исполнение Торы, а ее интерпретацию, ее толкование. Почему это очень важно у Луки, видим у Луки. Иисус начинает свое служение, читает свиток Исаии. Исаия продолжает, в принципе, богословие второзакония. Видим, что Иисус часто выглядит как лучший толкователь Торы. в данном случае у Луки, когда спор с книжником, а кто мой ближний? Что мне делать, чтобы жизнь вечную получить? Ты же читаешь закон, что там написано? Ты же доктор богословия, скажи, то-то, то-то, молодец, делай, живи так. Он говорит, нет. И вот он предлагает, но как бы он ее интерпретирует Тору в такой истории, в притче о добром самарянине. И потом говорит, иди делай так же. Потому что вопрос иудаизма не во что мне верить, а что мне делать. Потому что это праксиологическое религия. То есть, а не вопрос, какую мне верить доктрину. Ты исполняй закон. Там все написано. И заканчивается тем, что Иисус, помните у Луки путешественников в Эмаус, объясняет Моисея Писания и Пророков. То есть, перетолковывает. Затем, Деяния апостола, видим, что то же самое делают его ученики. Они перетолковывают Тору, то есть, истолковывают Тору уже в таком мессианском ключе. Особенно, вот такой фрагмент очень яркий, это, помните, синагога, аверийцы были благомысленнее. То есть, они сели, пересмотрели все эти тексты и говорят, да. То есть, показывает, что община учеников или ученики Иисуса Христа тоже обладали лучшей гереминептикой, лучшей интерпретацией Торы. Поэтому они не предлагали буквальное применение Торы Иисусу, но лучшую ее интерпретацию. Вот, поэтому Павел продолжает вот эту вот дискуссию. Даже сам говорит Галатам, во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии. И особенно ревностно я пределился отеческих преданий. Он прекрасно понимает. Потом же в Колоссяно после обращения и проповеди к язычникам он пришел к выводу, что предания иудаизма на самом деле это кандалы, в которые заковывается вера. Колоссяно 2 глава 20-23. И если вы умерли вместе с Христом и теперь свободны от стихии мира, зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания? Словно вы все еще живете в этом мире. А где же живет Павел? Он уже новое время, Он живет в новом мире. Словно живете в том мире, в мире сейчас. Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости. Но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти. 20-23. Вторая глава 20-23. Колоссян. Да, 20-я глава Колоссян. Поэтому понимание отношения Павла к человеческим заповедям во многое зависит от решения так называемой еще колоссской ереси, когда мы говорим послание Колосс. Но тем не менее, видим его отношения. Вряд ли он будет спорить с язычниками, с их историей. Но похоже, что здесь имелось место для такого, когда будем говорить о колоссянам. Для тех, кто нуждается в Галахе, у Павла имеется специальный термин. То есть кому нужен Галахот, нужна Галаха. То есть предписание, что делать. У Павла есть один термин. Не осуждайте меня за это. Слабый в вере. Такой человек не может обрести, такой человек может обрести некую поддержку в следовании традиционным правилам иудаизма, но тем самым он признается своей слабостью. Тем не менее, говоря о предании, о традициях, мы не вправе о них говорить только лишь негативно и отрицательно. Потому что они всегда существуют. Понимаете, просто когда идут интерпретации и потом такие вот постановления, положения, которые в принципе непонятны для чего, Павел, когда он понял, что он живет в новом мире, понял, что это кандалы. И когда он создал церкви, или пересекался с новыми церквями, и вдруг видит, что те продолжают ходить в кандалах, он просто говорит, вы с ума сошли. Если ты нуждаешься в приписании на каждый день, есть слабые веры. Не потому, что им не хватает знания или какой-то веры, то есть их ориентация в жизни, то есть она зависит от каких-то костылей, поддержек, подпорок. Вот и все. Но опять же, с этим нужно очень осторожнее, потому что очень сложно. Отдельная тема, будем дальше говорить о посланиях, но мы не можем говорить о традициях только лишь отрицательной и негативной. Но увидим, почему Иисус и Павел с ними дискутировали. Переменка.